У первого фестиваля обороны Таганрога 1855 года была только одна площадка на Пушкинской набережной. Так запутаться гостям было негде. Теперь же в реконструкции эпизода Крымской войны 10 площадок. Помимо боев, это конкурс костюма, исторический бал, выступление духового оркестра, посвящение Екатерине, казакам и античности. На этом фестивале мы уделяем большое внимание людям с ограниченными возможностями, поэтому мы обозначаем точку сбора, где они собираются, точку их комфортного места просмотра событий фестиваля. Чтобы мы могли эти все точки показать каждому человеку, должно быть это мобильное приложение. Разрабатываемое на инженерном фестивале мобильное приложение станет гидом фестиваля. Площадки отметят на карте точками с фотографиями и информацией. Например, военно-полевая кухня или показ фильмов о Крымской войне. Первокурсники-программисты из Ростова пока выбирают тему – делать приложение для фестиваля или работать над игровым. В сфере разработки игр я уже работаю, и для меня это будет более проще и быстрее реализуемо. То есть я к этому более привык, и мне будет удобнее, комфортнее. И я сделаю больше за 24 часа игровое приложение развлекательное, нежели какое-то там, с чем я не работаю. То есть на каратоне нужно понимать, что нужно работать с тем, что ты хорошо знаешь. Суть конкурса – хакатона реализовать свою идею за 24 часа и представить ее экспертам. Победители выберут по четырем номинациям – лучший образовательный, развлекательный, социальный проект и лучшие бизнес-решения. Это актуальность, это дизайн мобильного приложения, это качество реализации и использование различного стека программных технологий. То есть это оценивается не только специалистами с точки зрения презентации, но и с точки зрения просмотра того, как это было реализовано технологически. Потому что это такой технологический, технический конкурс. Участники инженерного фестиваля приехали из 20 регионов страны. Здесь они могут найти работодателя и воплотить свой проект в жизнь. Екатерина Лободина, Андрей Токарев, Дон-24, Таганрог.